Ну что, дорогие друзья, добрый день. Сегодня в прямом эфире мы будем повышать нашу финансовую грамотность. Каким образом? Мы будем говорить о микрофинансовых организациях, это и ломбарды, это и какие-то небольшие предприятия, которые одалживают средства нам до зарплаты. Иногда бывает так, да, действительно, что зарплаты не хватает. И у нас в студии сегодня Гриднев Андрей Анатольевич, исполняющий обязанности управляющего отделением Национального банка Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия, здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Сколько на данный момент в Якутии действует микрофинансовых организаций? По состоянию на 1 января этого текущего года на территории Республики Саха-Якутия зарегистрировано 37 микрофинансовых организаций. Не считая 30 кредитно-потребительских кооперативов, 60 ломбардов, 147 сельскохозяйственных кредитно-потребительских кооперативов. Кроме того, в нашей Республике работают и представители микрофинансовых организаций, которые зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации. Были ли в прошлом году, в 2016, зарегистрированы новые микрофинансовые организации? Прежде всего, для осуществления микрофинансовой деятельности организация должна иметь свидетельство о внесении сведений о ней в государственный реестр микрофинансовых организаций. Статус микрофинансовой организации в прошлом, в 2016 году, приобрели 8 юридических лиц, не считая двух СКПК, это сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и 5 ломбардов. Какова в целом, насколько активно люди пользуются микрофинансовыми организациями? Ну, востребованность рынка микрофинансирования на сегодняшний день, она, конечно, достаточно высока. Ну и характеризуется следующими цифрами. Я вот как раз подготовил их для вас. За 9 месяцев 2016 года микрофинансовыми организациями Республики Саха-Якутия было выдано 47 909 займов. Это на общую сумму порядка 783 миллиона рублей. Из них физическим лицам выдано подавляющее большинство займов. Это порядка 47 661 на общую сумму 624,5 миллиона рублей. А в целом по стране общий портфель микрозаймов составляет порядка 85,5 миллиардов рублей. То есть можно сопоставить приблизительно, какую долю мы имеем. И из которых займы субъектам малого и среднего предпринимательства, на них приходится почти 25% общего портфеля займов микрофинансовых организаций. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, ну вот очень много говорят о том, что как бы вот эти микрофинансовые организации, они как бы не должны работать. Потому что очень много людей действительно обращается в эти организации, ну и, собственно говоря, потом, что называется, попадают под большие суммы, под большие проценты. Ну и все-таки, а насколько вот роль, она важна ли вот этих микрофинансовых организаций сегодня среди финансовых институтов у нас в стране? Ну да, вопрос понятен, Юлия. Ну, необходимо отметить, что микрофинансовые организации, если я буду в течение вот нашей встречи называть их МФО, чтобы наши зрители и слушатели поняли, МФО это микрофинансовые организации. Вот, так вот, организации, они представлены в самых отдаленных уголках нашей страны, там, где не работают банки. Это вот если говорить о роли МФО. И предлагают продукты, с которыми банки не работают. Это займы на короткий срок и на очень незначительные суммы, займы без обеспечения. Кроме этого, МФО быстро принимает решение о выдаче займов. Это, наверное, неоспоримый факт. А также финансируют более рискованные проекты, стартапы в сегменте малого и среднего бизнеса. А рассчитывать на получение займа в микрофинансовые организации могут и клиенты, которых банки не кредитуют. Из-за отсутствия постоянного дохода, допустим, или плохой кредитной истории. Таким образом, МФО, они также способствуют формированию кредитных историй наших граждан. И все это говорит о том, что МФО на сегодняшний день занимает очень важный сегмент финансового рынка и выполняют важные для населения и экономики задачи. Ну, знаете, здесь вот спорный какой-то вопрос. Скажите, а давайте поговорим о займах до зарплаты. Вот самый такой очень болезненный вопрос. Потому что я знаю несколько таких случаев, когда люди берут средства, допустим, небольшую сумму, а через какое-то время они возвращают, ну, просто какую-то колоссальную сумму или должны вернуть. И получается, вот этот ком, потом бегут за новым займом в соседний, как говорится, ларек, где выдают деньги. И получается, что человек просто вязнет вот в этой вот долговой и финансовой яме. Да, ну вот это один из трех основных сегментов, да, в которых работает микрофинансовая организация, вот именно займы до зарплаты. Ну, озвучу еще два, которые мы выделяем. Вот рынок в целом состоит, значит, в первое, да, основное. Это займы для поддержки малого бизнеса начинающих предпринимателей. Благодаря программам различной господдержки, которые действуют и у нас в республике, и в других субъектах Российской Федерации, ставки вот в этом сегменте, они не очень высоки. Вот второй сегмент, о чем, вернее, второй, да, потребительские займы, это просто с процентными ставками, которые выше 40% годовых. И третий, это то, о чем вот вы задали вопрос, это займы до зарплаты. Займы в сумме до 30 тысяч рублей, которые представляются на короткий срок, обычно, который не превышает один месяц, а чаще всего одну-две недели. И вот займы до зарплаты, они хоть и маленькие в объеме, но привлекают, наверное, самое большое число общественности. Вот, отмечу, что в целом по рынку микрофинансовых организаций, такие займы составляют порядка 20% от общего портфеля микрофинансовых организаций. Процентные ставки по этим займам действительно высоки в относительном выражении, они достигают и 800% годовых, и обусловлены в целом затратами на обслуживание таких займов. Для сохранения конкурентного преимущества этого продукта оценка заемщика и выдача займов производится очень оперативно, поэтому риск невозврата очень высокий, как вы понимаете. В абсолютном же выражении, вот при займе на небольшую сумму и на короткий срок, расходы, которые несет заемщик по обслуживанию этого займа, они достаточно приемлемы, невысоки. А денежные средства, которые заемщики берут у нас на короткий срок, они обычно требуются на подкрытие каких-то экстренных расходов, когда проблему важно решить вот здесь и сейчас. Допустим, да. Да, а могут ли МФО привлекать вклады населения? Ну, допустим, вот у людей там лишние деньги, они могут пойти вот в эту микрофинансовую организацию и предложить свои средства, чтобы какой-то процент, опять-таки, под большой процент? Понятно. Нет. Никаких вкладов микрофинансовой организации привлекать не имеют права. В виде займов средства могут привлекаться от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, учредителей МФО, обращаю внимание, ну и просто сторонних физлиц. Привлекать инвестиции граждан с 29 марта 2017 года могут только крупные устойчивые микрофинансовые компании, так называемые МФК, с достаточным размером капитала. Этот капитал должен равняться не менее 70 миллионам рублей. Ого! Да, именно так. Поэтому они предполагают быть устойчивыми. Кроме того, устойчивость такой микрофинансовой компании будет контролироваться по шести экономическим показателям. Ну, перечислять их не буду, скажу только, это достаточность капитала, это нормативы ликвидности, степень риска на одного заемщика, связанных заемщиков. Это все прописано в 151-м федеральном законе. И если регулятор, то есть Банк России, сочтет компанию недостаточно прозрачной или недостаточно устойчивой, то она потеряет право привлекать средства граждан. Но, опять же, обращу внимание, именно в виде займов, а не вкладов. Это необходимо знать, что гражданин, если он не учредитель микрофинансовой организации, может инвестировать в микрофинансовую компанию сумму не менее 1 миллиона 500 тысяч рублей. По договору займа. И нужно понимать, что эти деньги гражданин несет не как последние деньги. То есть, у него есть 1,5 миллиона, и он готов ими рискнуть. Потому что вклады это чисто банковский продукт, и они застрахованы системой АСФ. В данный момент система страхования не распространяется на микрофинансовый рынок. Поэтому граждане должны знать... Очень рискуют. Конечно. Соответственно, риск есть. То есть, получается, в этом плане, допустим, если завелись лишние деньги, например, продали квартиру, хотят как-то нарастить эту сумму. То есть, нужно все-таки воспользоваться, наверное, крупным банком каким-то, а не идти в микрофинансовую. При прочих равных. Получается, что, да, если вы хотите менее рискованно, но менее доходно разместить свои деньги, то это, безусловно, банк. Но, с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет шампанское, как мы знаем. Да. Но микрофинансовые и микрокредитные компании, вот очень часто сталкиваемся с этими понятиями. Вот есть какое-то различие между ними? Почему их различают микрофинансовые и микрокредитные организации? Ну, начнем с того, что для защиты интересов инвестора были введены поправки в закон 151 ФСД, которые вступили в силу почти год назад, 29 марта 2016 года, где предполагается разделение микрофинансовых организаций на два вида. Это микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Все микрофинансовые компании должны до 29 марта 2017 года либо получить статус микрофинансовой компании, для чего им нужно отвечать ряду требований, в том числе и иметь капитал не менее 70 миллионов рублей, либо стать микрокредитной компанией и привести свое наименование в соответствие. Микрокредитные компании, отмечу, не имеют права привлекать инвестиции граждан. То есть, если у них капитал менее 70 миллионов, привлекать инвестиции от физлиц они не имеют права. То есть, они могут только выдавать? Они могут выдавать, но и привлекать от своих же учредителей. Понимаете, да? То есть, если человек становится учредителем компаний и вкладывает туда деньги, которые потом можно будет выдать в виде микрозайма, то учредитель, соответственно, по законодательству, он может свободно с этими дневниками расстаться, если вдруг микрокредитная компания закроется. А микрозаймы могут представлять такие компании лишь на сумму до 500 тысяч рублей. Скажи, пожалуйста, вот на Дальнем Востоке уже появилась первая МФК? Да, и я очень, кажется, рад сообщить, что появилось первое юридическое лицо. Это общество с ограниченной ответственностью МФК АЭП «Партнер». Оно зарегистрировано на территории Республики Саха-Якутия. И в Государственный реестр микрофинансовых организаций оно уже внесено в ноябре 2016 года и получило статус микрофинансовой компании. То есть, это та компания, у которой капитал свыше не менее 70 миллионов рублей. А вот скажите, пожалуйста, сейчас мы все пользуемся активно онлайн-банками, банкинг и так далее, оплачиваем услуги электронно через интернет. А вот, допустим, я хочу взять микрозайм какой-то. У меня получится взять онлайн, как-то через интернет опять-таки? Или нужно прийти в офис все-таки вот этой микрофинансовой организации? Ну и, как говорится, глаза в глаза как-то оформить. Вот в чем преимущество? И можно ли как-то время сократить? И как-то выиграть на чем-то? Ну, скажу, что вы можете сделать это обоими способами. Вот сейчас, да-да, вот. Сейчас, получается, если займы, которые представляются гражданам через интернет, и займы, которые выдаются в офисе микрофинансовой компании, они регулируются едиными нормами законодательства по потребительскому кредитованию. Ну что, дорогие друзья, да, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, 32 00 66, 32 11 66. Подумайте, пожалуйста, может быть, какие-то вопросы возникнут. Ну и после рекламы позвоните. Ну что, дорогие друзья, продолжаем наш разговор. У нас в студии сегодня Гриднев Андрей Анатольевич. Это исполняющий обязанности управляющего отделением Национального банка Республики. Но продолжим про онлайн-займы и про то, как прийти в саму микрофинансовую организацию. Чем отличаются вот такие способы займа? Да, но различие состоит в форме обслуживания клиентов. Получается, что вот онлайн-займы, они, безусловно, потенциально дешевле займов, которые выдаются в офисах компаний. И, очевидно, почему. Потому что должен присутствовать кредитный инспектор, как минимум. Но удаленное обслуживание, в том числе и через интернет, имеет, безусловно, свои риски. Главным из них является риск неправильной идентификации клиента. Когда один человек выдает себя за другого и пытается получить деньги взаймы. Поэтому право выдавать онлайн-займы дано только крупным микрофинансовым организациям, которые смогут получить такой статус микрофинансовой компании. Это не менее 70 миллионов рублей. То есть это одна единственная компания, которая на Дальнем Востоке, да? Нет, не одна единственная. То, что мы говорили, что у нас зарегистрировано МФК, АЭП Капитал, это только первая ласточка. То есть у нас будут и другие микрофинансовые компании, я надеюсь. Потому что рынок довольно бурно развивается. Но иметь возможность кредитовать онлайн смогут только компании, которые имеют капитал подобного рода. Правильно. И кроме того, сумма онлайн-займа будет, вернее, уже сейчас ограничена 15 тысячами рублей. Такой шаг минимизирует риски как кредитора, так и... Самоорганизации, которая кредитует. Да, конечно. А для идентификации клиентов микрофинансовые компании должны привлекать банки. Они могут с ними сотрудничать, которые имеют генеральную лицензию и удовлетворяют всем жестким требованиям, которые предъявляет Банк России. При этом банк, в свою очередь, может производить упрощенную идентификацию, используя базы данных и Пенсионного фонда Российской Федерации, и Фонда обязательного медицинского страхования, чтобы подтвердить... Это мы говорим про онлайн, да? Онлайн-займ, да. Это именно вопрос идентификации. То есть, если человек обращается за получением займа, то он предъявляет некие данные по кредитам, данные, свои права, еще что-то. Ну и, соответственно, сопоставить правильность, скажем, предоставленной информации, можно, слечив информацию из разных баз данных, что можно сделать через кредитную организацию. К сожалению, МФО пока проблематично этим заниматься. Ну, то есть, получается, что в небольшую компанию, вот такую микрофинансовую, все-таки, ну, не то, что все-таки, а придется людям все-таки прийти самим. Ну, это и безопаснее будет, наверное, да, вот таким вот образом. Скажешь, пожалуйста, а вот есть ли нарушения в работе МФО? Вот какие это нарушения, какого рода? Нарушения, конечно же, бывают. Вот в отношениях с потребителями финансовых услуг чаще всего нарушения, связанные с неисполнением требования федерального закона 353 ФЗ о потребительском кредите и займе. Вот в части размещения информации об условиях такого займа, об условиях предоставления, возврата, а также в части установления процентных ставок и иных платежей по этим займам. При установлении фактов таких нарушений микрофинансовым организациям выдается предписание об устранении, после чего мы внимательно отслеживаем, как исполняются наши предписания в установленный срок и принимаем соответствующие меры. Ну что, а вот скажите, поступают ли жалобы от жителей на работу вот этих вот микрофинансовых организаций? И куда можно пожаловаться, например? В Банк России, безусловно, поступают жалобы и обращения от жителей республики о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации со стороны микрофинансовых организаций. Однако я хотел бы отметить, что не все факты, которые указываются в жалобах, находят подтверждение в ходе их рассмотрения. В случае же, когда официальная микрофинансовая организация, подчеркиваю, официальная, нарушает ваши права, вы можете обратиться с жалобой в Банк России. Самый простой способ — это направить обращение в интернет-приемную Банка России на нашем официальном сайте www.sebe.ru. А вот что нужно знать жителям, которые планируют взять микрозайм? Ну, конечно, ситуации бывают в жизни разные. Действительно, может быть, у кого-то попорчена кредитная история как-то, а средства нужны прямо завтра или сегодня, или сию минуту. И приходится идти в этот, так сказать, финансовый институт, в эту микрофинансовую организацию. Что нужно знать жителям, прежде чем переступить порог этой организации? Ну, очевидное правило. Для того, чтобы избежать проблемы по погашению задолженности перед любым кредитором, каждый заемщик должен реально оценить свои возможности, четко спланировать погашение займа, основываясь на тех источниках погашения, которые он планирует в ближайшем будущем получить. Ну, а если уверенности в погашении в установленные сроки таких займов нету, то лучше, конечно, по возможности отказаться от получения займа, особенно на цели, которые не очень важны в данный момент. Также не забудьте, безусловно, ознакомиться с правилами представления микрозаймов в конкретной микрофинансовой организации. То есть нужно внимательно ознакомиться с договором? Безусловно. Без договора никак? Безусловно. Да, то есть надо посмотреть порядок подачи заявки, ознакомиться со всеми условиями, прочитать, безусловно, договор, уточнить процентные ставки, что, в конце концов, вы обязаны будете выплатить, изучить информацию о полной стоимости кредита и проверить ее на соответствие требованиям Банка России. А вот микрофинансовая организация, смотрите, вот человек может сравнить как-то ставки или как-то вот, или они все одинаково дают под определенный процент? Нет, безусловно, ставки разнятся, ставки разнятся, вот, и Банк России устанавливает, в принципе, следит за предельной ставкой кредита, вот, и размещает такую информацию регулярно. Поэтому граждане, в принципе, могут отследить, вся информация имеется вот на сайте Банка России, ну, и, соответственно, не лишним будет заглянуть на страничку самой микрофинансовой организации в интернете и посмотреть, что там. А вообще вот существует и бытует мнение среди людей, что все микрофинансовые организации работают, ну, вне какого-то правового поля. Это, ну, так или не так? Ну, на самом деле, конечно, микрофинансовые организации, если она уже так называется, работают полностью в правовом поле, исполняют все требования федерального законодательства и Банка России как регулятора. Ну, проблема, безусловно, теневого бизнеса, теневого микрофинансирования существует. За микрофинансовые организации наши граждане часто принимают, ошибочно принимают нелегальных кредиторов, которые маскируются под так называемые микрофинансовые организации, подзаконные даже, вот. Но нелегальные кредиторы, они не являются участниками рынка МФО, и их деятельность не регулируется и не контролируется Банком России. А как понять, что это нелегальные ростовщики? Вот зайти на сайт Банка России и посмотреть реестр микрофинансовых организаций. Если данная микрофинансовая организация не указана в реестре, то, соответственно, можно сделать прямой вывод, что это не участник рынка микрофинансовых организаций. А вот чем грозит гражданам оформление кредита у нелегального кредитора? Вот все-таки, допустим, человек все-таки ошибся. Ему, как говорится, ввели в заблуждение. Ну, очевидно, что гражданин, получая займ в организации, которые не имеют официальный статус микрофинансовой организации, то есть у нелегального кредитора, как мы его сейчас называем, гражданин, безусловно, сильно рискует. Первое, это возможен обман. Интересы самого заемщика не будут защищены законом после этого. То есть человек пошел сам, оступился, ошибся и не предусмотрел каких-то правовых последствий. Второе, конечно, могут быть несоблюдены требования законодательства и нарушены права потребителя. Отсутствие всей информации о размере обязательств, обо всех условиях займа, о полной стоимости займа при получении. Потом гражданин, безусловно, рискует оказаться, должен просто неподъемную сумму и стать жертвой незаконных методов взыскания долга. О чем мы сейчас наслышаны очень много. То есть работа коллекторов? Да, работа коллекторов. Ну, есть и такие граждане у нас в республике, которые просто вот как бы затмевают им вот этот вот, ну, как сказать, нужны деньги прямо сейчас. Они бегут, они даже могут договор даже не прочитать. Да даже иной раз и вот эти вот ростовщики, они даже не предоставляют договор. Это уже повод, ну, как бы задуматься и как-то немножко... Конечно, конечно. Вот для того, чтобы не стать жертвой такого рода нелегальных кредиторов, безусловно, нужно убедиться, что организация, и вот еще раз повторюсь, я выше уже говорил об этом, с которой гражданин намерен заключить договор займа, легально осуществляет микрофинансовую деятельность. Вот сведения о таких организациях, они вот и располагаются на сайте Банка России. Мы рекомендуем в обязательном порядке проверять наличие статуса МФО у организации, в которой вы собираетесь оформить микрозайм. Если финансовые услуги вам предлагает лицо, сведения которых нет в реестре, значит, это нелегальный кредитор, и брать займ в нем просто не рекомендуется, если не запрещается. А вот скажите, пожалуйста, но все-таки, чтобы вы посоветовали гражданам, все-таки финансовую грамотность, мы не все блещем этой финансовой грамотностью, как же обезопасить себя тем, кто хочет взять этот микрозайм? Вот как себя обезопасить? Еще раз давайте при обращении в микрофинансовую организацию. Обязательно надо убедиться, что микрофинансовая организация легально официально зарегистрирована Банком России и имеет право осуществлять эту микрофинансовую деятельность. Если что-то насторожило, если полная стоимость займа не указана, если какие-то непонятные совершенно условия и микрофинансовая организация, либо ее представители избегают пояснять какие-то конкретные вопросы заемщика, то, соответственно, лучше обезопасить себя действительно и не сотрудничать с такой организацией. Юлия? Ну вот смотрите еще, да, я всегда вспоминаю преступление и наказание вот в этой вот, ну как бы сказать, сегодня вот мы с вами разговариваем о финансовой грамотности, да, на самом деле, да, действительно, не только якутяне, но и вообще в целом россияне, наверняка, вот читая, просматривая прессу, да, всегда, ну, скажем так, очень часто встречаются статьи о том, что люди попадают в кабалу, в финансовую кабалу. Но я думаю, что это вопросы следующих наших эфиров, ну, может быть, не только с вами, а с какими-то экспертами еще, по поводу того, как все-таки свой кошелек, ну, скажем так, планировать. Мы постараемся таких старушек проценчиц вывести из темной зоны. Спасибо огромное. Спасибо огромное, что пригласили. До свидания.